Я не узнал, что не ради шмотки, а ради отношения внутри коллектива, против которых есть приоритеты. Приоритет Холли Павла. Чтобы оказалось приоритет в данной ситуации в нашей гильдии. Одеть венка важнее, чем персонажа, который бегает на постоянно. Это важнее. Я понял. А нахуй вы пиздите одновременно, блядь? Я не знаю. Я начинаю говорить, но они начинают перекрикивать. Я начинаю его перекрикивать, потому что мне не дают сказать нахуй. У нас интересное мнение про рейдинг и статинг. Так что мы друг друга не поймем. Ладно, теперь можете помолчать, теперь я скажу вердикт, блядь. Вы все охуенные пацаны, блядь. Охуенно играете, блядь. Но соглашусь в моменте, что Биг Дэм говорит в плане мейн спек Холли Пал, и ты хотел забрать у Челика пароли или забрать. В рейд ты ходишь только Холли Палом пока что. Нету такой возможности раскрывать все свои три эспекта. Я в десятках ретриком или протиком хожу, чтобы выброс... Десятки раньше относятся к рейдам самостоятельным относились. Совершенно верно. Без ЕП. Теперь десятки будут относиться к рейдам, которые укрепляют коллектив на 25-ку. Конкретно Лиш Гер, Холлион Гер. Я понимаю, что я в десятки ретрик не одену, потому что в десятки буду опять же на Холли Палом. Ну, окей. Вот, это помимо этого. Ну, ЕП я оставил по 250 за Лича, за Холлиона. Ну, это такая символическая сумма небольшая. Думаю, никто не расстроится. За охоту. На охоту можно от Винами будет приходить там, допустим. Вот ты, допустим, захочешь там на ретрика собрать. Я поставил консул, и я еще подумаю, как бы, допустим, если вот какой-то новенький ретрик придет, и ты там, допустим, хочешь себе, ты Холли Пал такой, и ты хочешь себе на второй спек, допустим, этот, как он называется? Токен. Токен. Поезд ТТГ, допустим, да, или плечо с ТТГ. Да нет, плечо, поезд там. И еще очередной ретрик. Кому ты отдашь этот поезд? Надо смотреть. Хотя за этим поездом, понимаешь, он падает. Надо смотреть, кто на мейн одевается, и кто человек хорошо играет. Если, допустим, человек первый раз, то можно кинуть на ролл. Вот, это мы, как бы, решим время. Плюсик в карме. Я вот пошел одевать ДКшника, пошел за поездом, взял с собой Холли Дринга. Падает поезд, блядь, я на него с второй Холли Дринга говорит, мне нужен, говорит, последняя там эта шмотка. Я его взял, отдал Холли Дрингу. Типа, ну типа, я все равно не буду играть на ДКшнике. Я его зашел, потыкал, нахуй, две кнопки, и блеванул, нахуй, ему мне не понравилось. Ну как, на нем можно чилить, ты зашел, реально чилить просто. Ну, это не тот класс, который, блядь, вот именно потеет за него там. Я не понимаю, вот они ребут сделали, они патчин до кидают сейчас, я не понимаю, заходить. Что там, запускает, нет? Нет, ну по нулям все, они все выворобляют. Ну, короче, вот такая вот идея. Ну, так как 25-ка не собирается, в том плане взятые, спокманы все, они ушли, исчезли. Ну, локация отходнявшейся глубины. Я еще кикнул этого, имя-имен кикнул, потому что он сидит во время РТ, вот мы собираем, блядь, челик у осколки. Он, по сути, только из-за осколков, наверное, в Гиле, не знаю, уйдет он, не уйдет, если ссылка не будет собираться. Или с пугами там пойдет как-то собирать 8 боссов. Вот, ну, нужно все равно этот рейд, ну, сообразить, надумать, эту 25-ку сделать. Если, допустим, у вас твинами не получается играть в двух рейдах, то нужно найти людей, которые будут играть. Потому что из двух 25-ок проще выбрать людей на 25-ку герб. Вот, и для этого я сделал вот эту охоту. Вот, будем в эту охоту ходить твинами. Ну, кто кем хочет, там, допустим, хочешь ты на протопала, там, токен собрать, бигдем, допустим, хочет, там, не знаю, на хила престу собрать, там, и все, ее пособираем себе. Да, типа, это быстро делать. Я вот, игру, я захотел себе на анхоле, блядь, печенек выбить, я пошел, выбил, блядь. Ну, я собрал сам, пошел, выбил, блядь, то есть, ну, у меня нет... Ну, замролил на себя, окей, выбил. Ну, у нас у них все релы, и, ну, многие не хотят просто релы. Просто, ну, такая чем легко, то, что я пошел грул, магик, км, я сам потанчил, там, блядь, я потанчил, грула я сам потанчил, поводил, все, то есть, меня от людей... Я говорю, печеньку, я говорю, одну анроллю, вторую роллю, блядь, если хотите печеньку с грула, говорю, нахуй, давайте, блядь, закрывайте руки, если не закрываете, идите нахуй, я просто пошел, блядь, с твоими делами заниматься. И они охуенно все закрывают, они ни одной руки не проебали, просто, блядь. Просто ни одной руки. Ну, ребята идут за... Ну, как, они просто так заинтересные, скажем так, и заряженные... Короче, я сейчас вот был с бигдемом на лече, никто нихуя в рейде диспелить не умеет, блядь. Холидринг не танковал никогда, то есть, надо опыт, этого опыта нету нихуя. Значит, людей ставят не постоянно, у меня, Сань, там, сиди диспелить эту ебаную чему, она... Вот, сегодня, блядь, диспелишь ты, хуёво справляешься, не умеешь на тебя говорить, я не знаю, или учишься. На это время тратить, типа, ты из-за него вайпнешься в обличке, блядь, начнется дезмораль, время, блядь. А мы же идем на время, быстрее, чтобы еще и респон закрыть. Вот, или бы постоянно один и тот же должен эту роль выполнять, а вторые, а другие не должны про это знать. А когда человек этого не будет в рейде, да, что делать? Другого учить, опять вайпнется. Вот у Геншина, блядь, стоит хилбот, он не видит время, сколько осталось до тика чумы, то есть он секунды не видит, у него не показывает аддон. Говорю, ставь в воду. Он оффнулся, он, говорит, потом вылетел, у меня интернет или что. Но мне так кажется, он просто вылетел, ну, чтобы не слушать говно с моей стороны в свою сторону, блядь. У меня он тоже тики частично, у меня маленькие иконки, вот этот дебаф в хилботе, там тоже тики идут, но они очень маленькие. Я просто в голове, раз, два, три, и ты, ну, то есть не обязательно эту фигню, ты видишь, вот ток кидается в декурсиве, это хуйня. Он говорит, я, я, говорит, слагаю. И в голове начинаешь считать, бах, 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 и снимаешь. Вот и получаешь. Ты видишь на фреймы, что он побежал, ну, то есть ты не только фреймы смотришь, но и левым глазом смотришь, когда там человек побежал к танку, то есть не про, ну, то есть ты у тебя счетчик идет, ты в рейд смотришь, и левым глазом смотришь на человека, который бежит. Это, ну, очень много, ну, как бы, движений нужно. Тело, как человек настроил себе оттон. Да, настроил себе оттон от себя полностью. Я вижу все, что надо, я вижу тики, и вжать и секунду долбаные. Я могу, ты знаешь, мы сейчас сидели родные, рядом по духам играли, ты тогда, ты меня просто рука туда-сюда шевелится. Я сразу говорю, что я сейчас заходить не планировал. Вам можно сделать себе, есть такая хуйня, называется пикал, блядь. И вот можно просто поставить, и когда на ком-то зрение будет чума, она прям четко тебе будет показать, что это не для всех. Ну, более 80% игроков не смогут его настраивать, и что-то с ним делать. Там IQ надо, да, хуйня. Это много IQ нужно, да. Я, например, викауэр, чтобы ты, понимаешь, сидел на нем, еще когда он был, блядь, вот тот, деть, вот я раньше сидел, что я делал в игре, блядь, потому что я там что-то фармил, сидел два часа викауэр, и хуйня. А кто это? Что, ребутов больше нету? Вроде нет. Запустило вроде. Там еще один, напишите, да. Что, активируйте их? Кто нужен? Провел. Трех дедов разбудили. У всех в приходе зависает, блядь, игра. С детства я три раза завис уже, я заебался пытаться войти. Может, мы их пробежим просто, они не спулются, как говорится? Мики, нами, ты, как у тебя ник в игре вообще? Это кто вообще? Нихоя ты вообще прочитал мой ник. Я кот, ностальжи. Линдок, так напиши в этом, в DC тоже напиши на стальже эту, хуй, значит, что за ники. Все, куда что ли? Отводи, отводи, сзади еще бежит, твое. У меня висит еще, у меня загрузочный экран. Зади, заберите, пожалуйста, с пресса, прошу вас. Троих. Троих, ё-моё. Ой, а чё их три? А кастовать невозможно. Да. Ну и пройдите чуть-чуть, да, все, все. Нихоя у вас тут будут приключения, нах. Да. Три скелета, нихуя себе. А чё, вы не хотите вайпнуться, блядь? Рестарчер 20 минут. Да, не заебали. Что, серьезно? Да. Короче, предложение отменить рейд. Да, нихуя себе. Ни пати в десятки. Ни пати в десятки, бля, нихуя ты. Ты жёшь просто сегодня, ебать. Не, мы не уйдем. А нахуй вам это надо, три скелета? Умрите, нахуй, развернитесь, сдохните. Давай, пускай все сдохнут, подбегайте сюда. Пускай они всех убьют и давайте по одному бить. Так кастовать невозможно, блядь. Нахуй вам они нужны, эти три скелета? Ну или бейте тогда, хули. Давай, кто-то меньше. А что, там уже нет. Ну тогда падайте, блядь. Нахуя нам три скелета, блядь. Ничего, ловушки не могли снять? Или это вы когда зашли, сагрили все? Да, да, зашли. Не рискнулись. Не заходите в инст только. Тут челики в начале инста стоят, а хакарик надо тоже, чтобы разъебали. Не заходите в инст. Подбегите, сдохните. Надо, чтобы они свейдились. Пизда, блядь. Че, мы ребро хотя бы успеем убить? Че, они походу у входа тут будут стоять? Вот эти два скелета ебаных. Давай, это. Давай, заходим. Ты, короче, ближнего скелета... А, они ушли уже. А нет, вот они стоят. Ты ближнего бери. Ставлю вот эту звезду, на нем агро набирай. А, второй фуловый скелет, я его отведу. Буду на нем агро набирать. Я его отведу отсюда, а тут бейте его спокойно. Ну, не сбивайте косты по возможности. Третий вроде убежал. Третий вроде убежал. Фарл, а ты через полчаса уходишь, да? Угу. Синтек говорил, его не будет. Что-то до второго, что ли. Ну, я этого моба сагрил. Во-вторых, не знаю, сагрился, нет? Я знаю, что-то не было. А, тоже бой, да? Там ловушка где-то, да нету? Да плохо. Ну что, можно все почистить. Так, ну давай, кто там? Или Акис, или Призн, тос вас спекнется в этого вспомогательного. Чтоб танки не упали. Призн. Ребут опять. Да, успею, но выберу будет. Кого с хапалов можно выкинуть, чтобы это? Или нет, у хапалов хуево, по-моему. Это приставы кинуть. Вставлю рыбу. Блядь, сейчас банки надо. Посчитайте, сколько миликов в рейде. 7, 8, сколько там. Первая, вторая патика. Могу еще зайти на рогу? Не, не надо. Будет еще милик. Это для того, чтобы флоски поставить. У нас 2 танка, первых, вторых пати. Третий танк. Хантер. А ханта все равно. Третья ячейка флоски. Больше ничего нет. Банки. СПД, конечно, больше уходит. Не флоски, только не перепутайте, блядь. Ой, ой, что я делал во втором пати? Да, я тебе не знаю, чтобы тотем ставил 3 шамана там для палах. А, хорошо. Ну, чисто на этого босса вспомогательный спекнулся, чтобы танков не проебать. Потом на леди вернулся. Так, рыбу поели. Я не поел. Значит, подушка на рарника, щит земли. Зубраджина здесь нет. Зубраджин, ты тут? Тебя, что я, блядь. Ребра, нахуй. Ну, блядь, трое, один, нахуй. Трое, блядь. Я вот думаю, распылить шмот блокера, а он же тебе нахуй. Нахуя, нахуя ты чё, пригодится, оставь. В том же этом. А чё, кто-то в инсте, что ли, вместо Зубраджины? Я не могу вкурить, блядь. Дудун, наверное, или кто-то? Кто в инсте? Никого нет. Какой-то, какой-то ей пони дали. За приход, что ли? Ты вроде давал. А у тебя вреде не было, что ли? Ты, может, ливнул с рейда, я хуй знает. Ну, я же не буду за каждым бегать, там, за ручку водить, там. Удайте, и по этому дам тебе, блядь. Я не помню, блядь, надо смотреть. А если я был оффнутый, допустим, но в рейде? Нет, если оффнутый, начисляется. А, понял. Чё, ты могу Зубраджу ссунуть? Вот он здесь. Зубраджи на Войда, щит земли. Этот. Ну, а призан на, кто там, на Лингрена. Так, вроде, всё пожирали, блядь. На рейнже кто давакин там, и второй, кто стоял на рейнже. Плюсик в рейд быстрее лог какой-то или кто там. Ну, маг, маг я хуй знает, стоял, нет? Локи, ну кто-то стоял, приём. Ладно, будьте без рейнжа, сдохните, нахуй. В ГП в хуяре, кто в луже сдохнет. Давай, я постою. Всё, чек на пол. Куда там, как печенька или зерночка? Куда хочешь. Там, где ханта нет. Хант вон в кружке. Все готовы, даю отсчёт. Не таунтите, только босса пала. Опять фонис там, блядь. Биг дэм, по-моему. Блядь, стол надо, вот. Наберу, кнопку. Герои будете давать, нет? Или что, без героя? Бонестом. 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 на вихре самое главное главное шипы бейте в первую очередь и потом слушаю ходить шипы сразу зерга и про боссы забыли шипы 2 там хилы ему ваши д.д. 4 рывка он делает или три блин сейчас это последний рывок сейчас будет вот эти в центре зеркните быстрее сейчас он будет сюда приходить босс все за спину уходите уходите через босса за спину к нему танки встаем так принципе должны шотнуться 1 мистерика станешь сс на лингрена когда освободишься сыпь на звездочки ну или на на вихре дашь там я умер вадикон рессе мистери 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 захильте дашь эсэс на лингрена притон на равника дашь а некромантика дашь на ох бля некромантика на ревиста щиты земли шаманы там силы обновляем на танках не забываем и волной хилим ну или или три цепухи одновременно хильте пока дай только через танк то я пошел на звездочку пул баф обновите каску лавы при стабах поближе подойдите чтобы в рейд не чаргнулся мы пиздец чё за хуйня ты завис или что да нет туда и лужи и он я не знал куда бежать портал ставь следующий раз в рессе равис мистере не балом отверните от рейда танкеры где танки войда блять алла сука что блять он же меня убьет так ой за хильте ой за хильте неси 2 х пола на шипе будет сразу сейф отдавать подушками шипе равист по геншину и дар визан ставь тотем на ману шелфер гимна ману вадик он тоже по геншину 2 и на шипе леван и шипе надо не слушаю ходить и сейчас он попал ближе к боссу только в лужу не вставать сигнал но он выбрал меня да все пусы полежи починить он тебя выбрал уничтожил блин он тебя самого начала выбрался зеркать и шипы босс идет когда дойдет и развернул встаем погибалась на танки за хить выйдите служи сука хилы блять и сдохните все на для равник умирает призом что-то проседает пиздец ману все падну зуборожжин ставь тотемп и сегим на ману встайк Света у вихря уже добьем. Шалфир, дай на хп. Выйдите оттуда, ну выйдите. Все, босс идет. Сейчас, после этого рывка. Так, возвращается босс, танки под ебало, встаем. Лишь тьму. Четыре минуты. Четыре минуты. Вы за фулл гп будете забирать эту хню? Не, нафиг этого фулл гп. Да, конечно, кладете самую. Либо самую по роллу. Смотрим по приору тогда. Ой, давай. Да, я внурию роль армейца. Он не может в фласке брать с армейского пайка. Возьмем, нафиг. Три минуты. Дайте с брин троллем, разберемся. Брин тролль сто процентов нажимает призн. Я 10 нажал. Зуброджин и Хурюк. У них меньше и почему признана. Ну, хер и пвп, там видно аренку. Нарина, да нет? Зуброджин, точно это ты будешь брать? Точно у тебя инх есть или что это? Пвп, или куда это у тебя? Да, дайте мне осколы забрать. Я его сделаю, чтобы он не исчез. Я спутал. Ой, ты, я вылетел за фашу. Угу. Да уже не заходи. Кинжал, конференда, старбосы. Давайте кинжал за гп. За фул? Да, можешь за фул. Ну, хуёвый, блядь. Ну, блин. Потестить бы можно было. А кольцо забрали? Ну, давайте шустрее. Думайте, две минуты. За фул. Кольцо. Да, кольцо забрали. Ты хил. Нет, не на тебя кольцо. А меткость. Ну, если я хилить не буду, зачем мне хилы распирать вообще? Так ты мейн хил или мейн дд? Ну, я тебе кем нужен больше? Ну, больше дд. Ну, давай тогда ддд. Так, ну, тут притон больше всех. Так, сейчас. Блядь, две минуты. Да. Забирай. Вы здесь потому, что наделены особо знаниями. Сколько осталось? Попрофаемся. Одиннадцать штук. А кто там кричал, типа там, следующий хочет собирать? Ну, кроме меня. Кроме рингермы. Ну, я говорил, но я там как понял, что я вообще там четвертый на очереди. Там ровист вроде что-то. На стресс, на стресс вар хочет собирать. Ровист. Уже все готово, да? Вадикон хочет, все хотят собирать. Вадикон, ты донишь эту хуйню, как она называется? Основу или что-то? Итемку с этой джайны. Или три стака можно купить. А эти, поскольку продают по Галде прогресс? Триста тысяч. Ну, я узнавал, говорю, так, говорю, для себя узнать, говорю, сколько стоит. Он говорит, триста тысяч. Ну, кстати, это божески, это не такая уж высокая цена, если честно. Добрать грани стоило, просто грани сделать было, стоило бы двести с копееками, там, ходил на эти баллы в стороне. Ну, там, если есть, там, какие-то, не знаю, там, кореша, там, стоп, ну, какие-то гильди, которые, Жанна, может, там, за двести, за двести пятьдесят можно будет договориться. Вот сколько осколок стоит, осколки продают по десять тысяч за осколок, а вот этот итем за триста, а не помню, кто-то говорил мне, что за двести пятьдесят кто-то договорился. Вроде Роман... Я их за двести с Инфлеймсами договорился. Ты их за двести пятьдесят договорил? За двести. А, двести? Инфлеймсу же еще, или убили уже? Убили уже. Убили, убили. Убили, убили. Войд. Чё? Чё, у меня есть смысл вообще заходить? А кто это? Фарла, ну, ну, типа, двадцать пять минут, пока перезагруз. Ну, да нет, наверное. А чё, типа, сегодня все это, или чё, еще будем попытку ждать хотя бы леди потратить? Мы, мы не будем, мы не будем леди тратить. Мы ее убьем ее. Мы ее будем убивать. Не, это здорово, ну, в том плане, что ждем, короче, да, сейчас еще? Конечно, ждем. Еще два часа РТ. Нет, выходим, еще давай. Там жеребут сейчас, или чё, вы в игре, что ли? Вроде, ребут был. Да, оффнулся уже давно. А, мне по-любому надо зайти из инста выйти. Мы будем убивать, мы будем убивать духов, шлаве их ебалов. Ну, это тоже как вариант. Пацаны, а прикиньте, сейчас откатит, и ребр жив будет. Да не, лучше бы так откатилось, чтоб там все сдохли, короче, и только лут лежал. Ну, пошли бы уже забрали все это и все. Откат вперед называется, не откат, а, как это, блядь, по-другому, прикат, нахуй. Накат. Приход. Угу. Сергей в фасад, Сергей в приход, нахуй. Не, если админам задонить 1150, может они такой откат и устроят. Я думаю, они посчитают стоимость всего этого в магазине и скажут, что мало. Ну да, я так думаю. Короче, ребята, думайте, пока вот мы все в дисе, положение со вторым рейдом хуевое, вот он не собирается. Ну, пугов вводить в этот рейд я особо не хочу. Я убрал этот второй рейд и на следующий КД поставил РТ. Там, получается, с четверг-пятница вот мы первый рейд сходим. Если вы идете в первый рейд, вы рассчитываете на то, что, ну, вы идете тем персонажем, которым вы в Геру идете. То есть, на кого вы максимально ИП хотите копить, то есть, кто у вас самый главный персонаж. Вот, а если вы, ну, с твинами, сейчас позже разберемся, пока людей новых в гильдии нет, чтобы второй рейд цельный собирать. Вот, поэтому в субботу-воскресенье будет Охота, Лич 10 гер, Леон 10 гер. Люди там, как оказалось, никто не знает тактики, диспейлить никто не умеет, танковать никто ничего не умеет, блять. Поэтому мы туда будем ходить и учить тактики для того, чтобы, когда мы придем в Геру на этих боссов, мы там не лайпались по 10 часов, чтобы побыстрее... Так, это вопрос. Я вот, например, у меня график 2-2 и четверг-пятница, могу работать, что, минус ЕП? Почему? Ну, я работать буду, у меня не будет возможности прийти на РТ, но вот так перед ночью будет на 2 часа возможность зайти. Ну, это не минус ЕП, это просто не получишь его и все. Нет, ну, да. Ну, а как ты получишь, если ты на работе? Ну, что мне сделать? Просто давать тебе ЕП, если ты на работе или как? Да не-не-не, я понял. Так я хотя бы, у меня было так получалось, что я 4 дня, типа, я в 2 дня точно попадаю в свои выходные. Не, ну, если, допустим, такая ситуация не только у одного тебя, можно подумать насчет того, чтобы поменять местами десятки с двадцать пятками. Это еще какой-то вариант более-менее. Когда он в двадцать пятку попадать не будет? Это пока что, это, ну, ну, а это уже как бы, ну, надо думать, смотреть. Расписание я ставлю на целую неделю вперед, надо смотреть на что тебе надо попасть, вот, и уже думать, как менять. Вот, это пока что первое время так будет. Когда мы на фулл целка закроем хотя бы лича, мы будем его в четверг ставить. Пока что я не ставлю четверг, потому что люди банально еще, ну, какой-то костяк есть, но есть люди, которые меняются постоянно. Кто-то пришел, кто-то не пришел. Вот, и когда постабильнее с этим будет, когда мы уже будем приходить на леди, не вайпаться целый день там, а убивать там с пары троев. Слушай, Влад, вот я читаю, что написал, может, ТТГ, ну, запишешь, потому что, смотри, мой случай, я, получается, вот, статик, который сидел, да, я уже, ну, должен попрощаться с ребятами, и остается только одно ТТГ. Ну, ради одного ТТГ с ребятами ходить можно и, ну, в гильде что-то сделать, хотя бы десять ЕП, символично просто, ну, сделать. А ты в той десятке, где ты, говоришь, с пугами ходил, ты что, РС и ЦЛК только ходил, и все? ТТГ, ЗА, Карагер, ЦЛК Гер, вот эти. РС-ку, десятку, ну, туда никто не ходит. Ну, и зря. Ну, не знаю, народ туда не ходит. На ключевых боссов, которые в двадцать пятки надо убивать, которые нормальные гильдии, кто знает, там, тактики убивают, а мы не убиваем, надо туда ходить. Парни, а кто за кадры отвечает? Просто неоднократно слышу, поднимается тема, мол, типа, людей не хватает, туда-сюда. А вот так вот, кто занимается кадрами и какие вообще требования? Ну, вот смотри, у нас в ДИСе, смотри, мудрецов сколько? Раз, два, три, четыре, пять штук, вот считай, а это они как раз и набирают. Вообще, по набору, у всех армейцев, по-моему, я добавил возможность добирать человека в гильдию, вот, у всех, кто выше армейцев, там, консулы, хуёнсулы и так далее, у них там есть этот, и заметки они заполняют, и всё, вот, если ты человека, скажем, берёшь 230, если там твой кореш или ещё что-то, то, считай, он пойдёт на охоту, который на следующем КД будет, на этом уже нет. Вот, потом, если человек 250, это считай для обычек. Вот обычки у нас 400, что, СЛК, РС обычка, ГМХМ и ТТГ-25, это считается обычки. Вот, 250 человек требований, то есть, ну, знать тактику, знать свой класс, какие обычные требования. А разве не набираете? У кого есть возможность, кто в онлайне, там, что-то фармит, я просто не фармлю, ничего, только захожу РТ провести и всё. Да, сейчас даже не поспамишь особо, блядь, часто нельзя. А, там, что-то 15 минут или сколько там, блядь. Блядь, уж совсем охерели, блядь, в поиск спутников, а в нём нельзя спамить, блядь. Да, вообще, пиздец, вы не сделали, нахуй. Ну, в общем, люди ищутся очень медленно, да и сюда не хочет никто, потому что прогресса нету. Вот, поэтому, единственный вариант, я поэтому и поставил, вот эту охоту будем собирать, на охоту пугов будем собирать. А что за охота? Охота, ну, вот, который квест, знаешь, великая охота на чудовища. Виклик, да. Каждую неделю. А, недельный, недельный ПВЕ-сный, понял, понял. Вот эти 4 125-ки. Ну, а там, в целом, ну, какой-то привязки конкретно к шмоту нету. Вот, то есть, в принципе, можно и лоу там челика взять, но с желанием и знанием там, либо уже заряженного там. Да, да. Ну, если заряженный челик, то, ну, у него как, если у него, ну, его там не устраивает какая-то другая гильдия, ну, редко кто заряженный пойдёт сюда. Потому что они заряжены, они все сидят в тех гильдиях, где уже лич убивается с джайной. Тут, тут пока не убивается, блядь. Вот. Чтобы убивалось, надо, надо больше людей, надо, чтобы между людьми конкуренция была, потому что конкуренция, она помогает людям играть лучше. Они вот видят, что, ну, на замене есть там ДД какие-то. Слакнул, дух охлопнул, всё, пошёл на замену. Ну, в нормальных гильдиях так и происходит, блядь. А у нас этой замены просто нету, поэтому тяжело, блядь, так. Плюс ещё люди не одеты. Потому что упустили в своё время прогресс, когда этот... Вот ты говоришь, добрать людей, откуда их добрать? Ты что, думаешь, они по щелчку наберутся, 10 человек? Нет, они постепенно одеваются, люди. Вот, постепенно они будут одеваться. Просто, вот смотри, ты же долго играешь, и я долго играю. Это плохая практика, одевать людей, да, вагонить, одевать людей. А потом, как правило, эти люди уходят. Ну, большинство... Да насрать на них, пускай уходят. Вот эти единицы нам и нужны, блядь. Ну, а как ты думаешь, должно быть? Мы должны прийти ещё и до Джани, дойти и убить её, ещё и посох кому-то собрать. Ну, давай так, вот, чтобы он оделся, ему где-то надо, ну, полтора-два месяца. Ну, да, блядь. Да ты что, не, ну, смотри, я предстал оделать сколько за две недели. Это ты РЛ, понимаешь? Двести шестьдесят пять шестьдесят. Ты можешь за онролить, за это. А эти ребята, они будут зависеть от РЛа, как РЛ дают, да, дают ему шмотку, или как ему повезёт с РЛ, так он и оденется. А может и не повезти. Ну, вот, грубо говоря, месяц, ну, хорошо, ну, полтора, ну. Вот примерно этот срок, чтобы человек более-менее оделся. Братан, они будут получать шмотки, которые, по сути, нахуй не нужны, потому что они зайдут в гильдию, у них нихуя этих ни ГП, ни ЕП. Вот я залетел, ну, мне будут отдавать, либо, которые вообще нахуй никому не нужна шмотка, либо действительно уже, ну, мне надо накопить. Так же и они, они будут копить эти очки, и им будет только скидываться совершенно ненужный шмот. Совершенно верно. Ну, вы будете быстро одеваться, да, новички. Они оденутся, а вот, а ты останешься ли через полтора месяца в этой гильдии, чтобы потом в ГМХМ ходить? Да это похуй, ну, останутся, не останутся, это зависит от них. Если у нас прогресс будет, ну, так же через два месяца, так же восемь боссов, нахуй, то, конечно, они уйдут, нахуй, вот и все, блядь. Вот и вся история. Давай попробуем, что будет-то будет, я, в принципе, не против. Ну, возьмите на примере меня, вот, блядь, я живу яркий пример, я вообще потнейший, ебаный пук, и когда я в эту гильдию пришел, я не помню, то ли рарник, то ли с кем-то там списывался. Я говорю, для меня вот это РТ, это прям, да, хуище, дел, по итогу я сижу, РТ, он, жена в ахуе, мы уже, потом, развод бумагу подает, мне похуй, я сижу на РТ. Вот, Пэс, а у меня такая же самая ситуация. Я надеюсь, ты шутишь, блядь. А бумаги летят уже в ЗАГСы. Да как о холи, ну, блядь, не при жене сказать, конечно, блядь. Да, слышь. Не, она прекрасно знает, у всех моих бывших есть одно сходство. Саш, хватит какую-нибудь здесь кричить? Ну, короче, блядь, все нормально. Бигруно, по примере меня, возьмите, остался, остался, играю, играю, РТ, РТ, все. И такие стопудово тоже будут, но это ебучая сито, это надо пройти. Да. Сон, видишь, даже дамажит. Просто это сито мы проходили, вот сколько мы, я вот сижу тут практически, да, год уже, да. Так поэтому и задал вопрос, типа, а что предпринимается? Я вот через это сито и... Вот я тебе и говорю, что предпринимается, что не слушаешь? Все, там долго будет, все это уже пускают, надо заходить, блядь, не сидите, треш, надо стоить, поджимал, почти уже поставил, забитаем. Мне что, вообще, ничего не пускает. Как обычно, блядь, лагает, как заходит. Я, я уже накинул фарла, 300 МП, можешь идти. Все, не заходи, не заходи. Грузить дольше стал, блядь, после этих патчев сраных, блядь, что за херня. А вас пускают? Да, мобов уже пьют, я смотрю. Просто меня не пускают в упорки. Пишет, сервером ходу недоступен. Ну, ждите. Теперь выключаем авторизацию. Чего так? Ну, о, запустил, попробуй держать. Ха-ха-ха. Ну, запустил, только пик пока. Ну, да, но пока прожурится. Ой, ой, ой. Ой, квест появился. Ой, так что с ТТГ-шкой делать? Получается, с пугами отдельно ходить. То есть, вообще, абсолютно. Да, по-моему, собирается несколько ТТГ-шек за КД. Зазору вам будем собирать все. У меня на бельгийский. Ну, он у нас как-то получилось, РТ-шо, мы закрыли, у нас и чё, сколько там, часа полтора осталось, там, или час, или полтора, просто сразу там, они в десятки потом как-то соберутся, ну, как-то так, будет. Люди, кто пойдут. Они что, всем нужны? Сразу залетели, одно ТТГ-о пронесли, потом второе. Это надо сначала вести, посмотреть, пощупать. Просто жалко, получается, сыгрался ребятам, я уже знал, на что они способны, да? Да, у нас в ТТГ-десятке собираются несколько штук на КД индейских. Ну вот, я вот сколько вижу, постоянно, вот я вот вижу с гильды, постоянно бигдем собирает. Кара, ТТГ, ЦЛК, ну, заломал, не помню, собирает, нет. А вот эти тринстаун, он по КД собирает. Вот, если честно, я с ним вот во все входил бы, но у меня вот грейка нет. Вот, ну, не получается у меня. Либо РТ, вот, либо Десятка сходить. Да, и будет собирать, просто у нас люди собирается в ТТГ-десятку. А вот, что говорят, нету, короче, РЛов на Десятку. Ну, человеку собирает, вводит, но ему особо там нифига не надо. Ну, как вот его еще заставить? Да, ТТГ, ну, дать ему тогда дополнительное ЕП. Точнее, знаете, дай Масухе больше приза, ну, помогите, Масухе просаживает. Не, ну, голда, пока СЛК, забитает, а с карты, нихуя нет, он галды. Сколько сейчас токены печеньки стоят Т4? Ну, там, кто, ладно, 15, 102. Я последний раз, что, две недели назад собирал, что-то, в районе 20 тысяч. Ну, там можно попасть, конечно, на такого, который и за 40 возьмем, блядь. А эти 4, 2? А 4, 2? А я не продавал ни разу, я поставил. 4, 2, с половиной до 80. Смотри, с ним, вот, видишь, и уже выгодно, это, то есть, 100% от высотку имеешь на рейд. Если уже одеты, и рейд. Тринадцатого, да, просто, блядь, обычно, если собираешь, я собираю себя, чтобы выход, ну, анрол, один себе, просто оставляет, потому что собирает на продажу, то заебывает, пиздец. Так, рарник, значит, в ромбике. Малингрен с тобой на боссе. Твои два моба, ближний к леди. Я, получается, потом на второй фазе на трэш и буду, да? Нет, ты на боссе, ты получше агро набираешь. Ну, я понял, тогда проще мне в ромбике постоять, потому что вдруг трэш появится в ромбике, я его подержу, рарник прибежит и заберет. Так он, пускай он там и будет, рарник изначально. А если трэш появится, допустим, в звездочке, то... Ну, ты и ту же самое делай. Ты тут стоишь. Смотрите, столик. Смотрите, ну, давай. Вы стоите в разных сторонах, просто. Да, понял, все, давай, так. Смотрите, столик. ЕП4К, да, ну, эта неделя пройдет, получите ЕП. Маги, маги, столик. Я вот только не помню, в обычках были вы или нет. Каких-то в ТТГ вроде были. Ну, первую неделю пройдете, и после среза 25% получите. Так, этот, рыба. Силы, подушка, там, шаманы, если смотрите, когда кастуетесь, смотрите, и духи, чтобы не летали. Чтобы вы не хлопали духов. Я, получается, спрашиваю, кинжал, ротрови или уже? Кто на трэше какой-то? На трэше будет рарник. А, кинжал я перед ребутом все закидал. Так, тебе точно за фулл ГП этот кинжал надо? Нурик. Еще тысячу сверху, ну, дай. Кинжал вот этот никому не надо в рейде. Еще раз посмотрите на кинжал. Фулл это 400 ГП. Там статы не нужны, я думаю. Что ты на фулл или за 50% или за 10? Там андроидам, да, и тем пристам. Ну, они все на травму дрочат. Ну, кого? Ну, если он нажимал 100, значит, за 100 хочет. Не, у него даже ему надо. А, да, ну, нет. Травма опасное оружие. Ну, ему надо кинжал, блядь. Не случается травма головы. Ну, у одной там есть эта травма, блядь. Нет, травма у нее нет, у нее есть травма головы. Так, получается, что? Да, вот я и про это ей говорю. На боссе, на боссе. Что у нас в этот раз? Три шп и две роги на боссе сидите. Но не всегда, типа. Так, теперь по трешу. Три лока в ромбике. В ромбике бьют три лока. В первую очередь, знаете, центральный выходит, прежде всего. В первую очередь зергайте. Три лока, две совы. Маг и Хант. Три лока, две совы, Маг и Хант. Сколько, блядь. Так. Это вы здесь зергайте. Как если своих мобов, три моба убьете, там помогайте с той стороны. Теперь звездочка и кружок, здесь четыре моба будут. Здесь играют. Блядь, а что с котом, нахуй? Короче. Кот, кот играешь. Потом два энха. Хурюк. Это четыре челика. Бигдем. Это пять. Так. Никого еще сюда. Ну и короче, это. Три шпшника. Когда выходят мобы, когда их в кучу сводят, там, секунд через пять, блядь, дайте туда эти иссушения по одному разу. Можете еще ракеты туда закинуть. Этот. Только давайте иссушение через фанатика. И не кастуйте прямых заклинаний в этих, как они называются, сука, призыватели этих, блядь, которые щитно себя вешают отражающие. Ну и все. А на второй фазе там первый я буду танчить и Лингрен со мной. Вот. И в принципе остается только не хлопать духов. И контроли. По контролям три метки будут появляться. Ностальгия, ты почему на трэше? Потому что будешь контролить Луну, ровись в треугольнике, а в Адикон все квадраты. На людей, когда они в контроле берутся, кидается метка. Вот. Ну давайте чек на пул, посмотрим, что будет. Все готовы, даю отчет. Давайте с первого раза. Как с добрым утром. Как вы смеете ступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой. Приме это водословение и покроши чужакам мошь нашего господина. Дроль. О, блядь. Вы что, сука, уешать будете ступать или нет? Блядь, а уешать свое. Ностальгия, аресы и хурика. У тебя с БРМ очень-очень большой пробел. Ты долго-долго ищешь. У тебя то ли фреймов нету, то ли еще. Трэш секунда. Фулл баф по хурику, каску лапы при стабах. Трэш помогаем. Кособокий превратился. ШПшники, что-нибудь доту киньте. Контролим людей. По луне что-то контроля нету. Он так разъебет всех. Ностальгия. Где твой вихрь, сука? Не, я безоружен даже. Смотрите, блядь. Ностальгия, наверное, ремонт не давал. Пидарас, блин, ах он за мной пошел, блядь, мудак. Пидрила, блядь. Зерганите того, приверженца дальнего. На нем только отражение висит. Так что, что вы опять? Разъебывают пацана, не нравится он им, нахуй. Рави стрессой. Блядь, прекращайте эту хуйню разъебывать людей, блядь. Кто тебя убил сейчас? Пулл баф по нему. Не переведите, пожалуйста. Стоп по боссу. Отбежали от босса. Отбегите от босса. Трэш пачку зергаем эту. Тебя видишь, у тебя бот тоже все выжми, у тебя же что? А у есть и трэш. Сейчас будет контроль. Все, людей в контроль кидайте и переводим босса. Фулл ДПС по боссу. Не переводите, ёбану. Все, на пол, на война. Трэш вышел, сразу его зерганули. Все, повертпись, убили, сразу трэш. Чтобы там не куковал он, блядь. Духи съебались. Бежим. Мелизона, смотрите, у нас летит. Налингрена уже на поле, в духе побежали. Не слови духа, шаман стоит, похуй, блядь. Зубражин, нахуй, разуй глаза, блядь. Нахуй я тебе, блин, тролль отдал. Бежим, сука, духи появились. Приздох, нахуй, Вадикон, Вадикон, рез и приста. Сейчас после контроля выйдите. Побежали духи. Не заставляйте... Трэш вышел все... Вы уёбки, что ли, совсем? Пизда, нахуй, ёбаный в рот, блядь. Бежим от духов. Милики на вас бежит, бежим. Мобов будете бить, сука, или вы на них просто смотреть пришли? Контролим, за... расферяйте людей. Фанатика убейте. Дух в центре появился. У меня взорвали. Сразу хлопнул. Раз у меня взорвал, блядь. Все, ложимся. Так, получается, что у нас? Четыре духа. Забрыжи, мистери, подушка воет. Я не хлопал духа. Думаю, тебя, короче, слава вообще про, блядь, я появился. Да, эпично, блядь. Там секунды две есть, чтобы убежать. Подушка бежать, бедолага. А я не хлопнул духа ни одного. Не знаю, не надо мне ничего рассказывать. Хлопнул, написал и хлопнул, значит хлопнул. Он по Аддону же смотрит. Так, а я и дело о том, что не хлопал. Я от одного поркнулся, а от второго я убежал. Ну, Аддон написал, что хлопнул. Я тут раз тоже вроде не хлопал, ну, не видел духа, но Аддон написал. Против не был. Вот мистери с подушкой одновременно. У меня пингует, я и Ариа видела, что он реально появился. Просто я не успела отбежать. Если у тебя пингует, можешь поменяться? У нее не хочу, у меня сейчас может нормально будет играть. Это просто видишь, из-за, блин, обновления, не знаю, что-то. Ну, дело не то, что хочу, не хочу. Просто если у тебя пингует, как бы пинг высокий, проще поменять тебя, заменить. Смотри, если отпустит, как бы, другое дело. Да, у меня все нахуй. Акисыч может тебя на время заменить, ну, хотя бы на одного. Вот я думаю, сейчас перейти, смотрим. Ставлю рыбу. Нихуя сложно, просто бегите постоянно и лучше не хлопать в духах. Между духами там 5 секунд есть, когда они уже исчезли и следующие еще не появились. Там 2-3, дальше побежали. Ну, потом позырим, что это получается, 2202.